Несмотря на многолетний опыт многих detailer полировщиков либо просто полировщиков многие из нас допускают банальные ошибки какие сегодня вам расскажу предупреждаю выпуск будет разделен на две части потому что ошибок очень много и возможно все ошибки которые вы знаете я могу их не указать я постараюсь по максимуму сегодня рассказать итак первая ошибка при полировке автомобиля это неправильная подготовка автомобиля то есть многие detailer и упускают такой вид очистки кузова как очищение от металлических вкраплений то есть сделали двуфазную мойку автомобиля убрали битумные пятна автомобиль высушили и погнали на полировку так делать нельзя категорически потому что металлические вкрапления будут на кузове автомобиля даже если он новый даже если он проехал 50-100 километров от автосалона к вам detailing studio надо полностью очищать кузов автомобиля как очищать от металлического вкрапления для этого нужно использовать группу моющих средств которые подходят для очистки дисков и очистки металлических вкраплений то есть это тот же самый magic field cleaner reactive wheel cleaner либо всем знакомый felgen blitz почему именно их потому что это три состава на без кислотной основе то есть это составы реакционные они не навредят не пластику автомобиля не хром не стеклу абсолютно ничему соответственно она качественно очистит от металлических вкраплений и соответственно автомобиль будет лучше и быстрее полироваться если же в металлические вкрапления не убрать что будет с кузовом автомобиль будет очень сложно полироваться то есть вы как минимум будете терять кружки один за другим металлическое вкрапление можно заметить на автомобиле особенно допустим черного цвета когда мы его полируем белым меховым кружком меха ламы то есть кружок будет становиться рыжий либо красный соответственно кружок потом приходит негодность его стирка либо там мойка кружка не поможет никак соответственно всегда уделяйте внимание такому очищению кузова после того как вы очистили автомобиль я думаю у вас полюбом будут сомнения по поводу очищения кузова соответственно как проверить насколько качественно был автомобиль очищен от всех видов загрязнений попросите своего коллегу который курит либо если вы сами курите возьмите с пачки сигарет вот такую вот полиэтиленовую обложку соответственно ей проведите по кузову автомобиля если она хорошо скользит значит кузова очищен идеально если же вы эти загрязнения все-таки обнаружили их нужно очищать специальной чистящей глиной допустим голубая глина она идет без абразивной и к этой глине нужно использовать только клей спрей это специальная смазка лубрикант которая дает скольжение глине по кузову автомобиля не создавая царапин по кузову автомобиля просто бережно очищает после того как полностью очистили кузов можете приступать к полировке теперь перейдем к практике как вы поняли сейчас вам буду рассказывать как правильно полировать деталь самая частая проблема это неправильное и нерациональное использование пасты что приводит к минимуму вот такому засорению кружка либо еще хуже вот такому соответственно этим и этим кружком полировать нельзя в таком виде нужно чтобы кружок всегда был чистый теперь рассмотрим почему они так часто забиваются множество полировщиков когда заправляют кружок они не делают вот специальных там допустим как я делаю 4 горошины 4 горошины на кружок полировальный вот допустим вот так принципе этой заправки будет достаточно чтобы обработать поверхность равна 6 площадям одного полировального кружка также является большая проблема когда полировщики допускают обрабатывание большей поверхности за одну заправку кружка то есть бывает недостаточно пасты соответственно она быстро высыхает и она не работает на поверхности вот допустим 4 горошины есть на полировальном кружке соответственно мне их хватит чтобы обработать 6 площади одного полировального кружка также небольшой совет манипуляцию со шнурком нужно сделать до того как вы заправили кружок после этого заправленный кружок прислоняем к поверхности не нажимаем на курок прислоняем к поверхности вспомним что мы обрабатываем 6 площадей одного полировального кружка после того как вы отполировали деталь не стоит спешить сразу вытирать пасту с поверхности как видите я в перчатках работа чтобы не оставить следы от рук от пальца на поверхности слегка попробуйте на ощупь насколько теплая поверхность если она горячая либо теплая не стоит спешить ее сразу протирать дайте одну-две минуты остыть и после этого устраняйте пасту с поверхности теперь посмотрим что с кружком произошло за одну заправку как видите он слегка загрязнился он в принципе еще пригоден для полировки детали максимальное количество заправок на один кружок это две-три заправки круга но лучше все равно смотреть по состоянию кружка не допускай чтобы он был после всех операций вот таким теперь после того как мы убедились что поверхность холодная нужно убрать остатки пасты для этого нужно использовать чистую а лучше новую фибру специальную для полировки сложить ее вдвое чтобы у вас было восемь частей этой фибры и потом аккуратно это все устранять убирать остатки пасты только продольные движения не стоит делать круговые потому что если попадает мусор после полировочного кружка и попадает на фибру вы этой фиброй можете заново зацарапать поверхность сколько фибр вам понадобится для протирки кузова при полировке автомобиля минимум 2 1 для основной части сбора полировочной пасты и 2 для дотирки можно использовать чуть больше помним что фибры нужно использовать только чистые а лучше новые фибры после каждого прохода сбора основной части пасты, нужно фибру встряхивать. Отходим от автомобиля, встряхнули фибру и после этого продолжаем дотирку. Если у вас есть возможность использовать несколько фибр, это лучше для вас. Теперь, как очищать полировочный круг? Можно использовать сжатый воздух, можно использовать торнадор, можно использовать специальные щетки для очищения полировочных кругов. Сейчас покажу на примере сжатого воздуха. Мы ставим машинку на третью-четвертую скорость оборотов. То есть, чтобы обороты были где-то 2-2,5 тысячи, отдаляемся от детали, которая отполированная и продуваем кружок. Если же это был неэффективный способ очищения круга, как в моем случае у меня просто небольшое давление воздуха, если это был неэффективный способ, вы можете его снять и промыть. Использовать тот же самый Multistar, который мы применяем для предварительной мойки автомобиля в концентрации 1,20 в помповом накачнике, обработать кружок и под теплой водой его промыть. И потом обязательно дать ему просохнуть. Вот почему нужно использовать несколько полировочных кругов при полировке автомобиля. Теперь рассмотрим скорость прохождения полировочной машинкой по поверхности. Многие детайлеры допускают ошибку, когда полируют машину очень быстро, к примеру, как сейчас покажу. Такого допускать нельзя, вы просто размазываете пасту, она не полирует автомобиль совсем. Теперь, какая скорость прохождения полировочной машинки должна быть? Это примерно 1-2 см в секунду. То есть мы весом машинки и слегка весом руки придерживаем машинку, мы ее не вдавливаем, мы ее не продавливаем. Мы просто аккуратно вводим машинку по полировочной поверхности, допустим, по горизонтальной части и даем ей возможность спокойно, свободно вращаться по поверхности. Это касается как и ротационной машинки, так и эксцентриковой. То есть, помним 1-2 см в секунду скорость прохождения по поверхности и равномерное прохождение по поверхности всем кружком. Также часто возникают проблемы при использовании полировочных кружков, от чего они все-таки быстро забиваются. Это от неправильной загрузки пасты именно не на сам кружок, а многие, кто привык там полировать, ну еще старые закалки ребята бывают, которые наносят пасту на палец, либо сразу на поверхность и начинают это все располируя, потом так быстро убивается кружок и, соответственно, это нерациональное использование. Видите, сколько я пасты использовал? Это так неправильно. Соответственно, нужно заправлять только кружок и правильно его использовать. Также не забывайте его вовремя очищать. Помимо контроля состояния полировального кружка нужно еще контролировать процесс полировки автомобиля, а именно просвечивать после каждого прохода полировочные пасты и машинки, просвечивать поверхность на наличие царапин инспекционным фонариком. То есть выключаете полностью свет в боксе, включаете инспекционный фонарик и просвечиваете поверхность. Осматриваете, где есть мелкие недочеты. Где-то осталось риск, где-то осталась голограмма. Именно используя инспекционный фонарик, вы будете более внимательны. Также, помимо использования инспекционного фонарика, при полировке автомобиля нужно еще использовать пирометр. Это такое специальное устройство, которое измеряет температуру поверхности. Помним, что при полировке автомобиля ротационной машинкой поверхность нагревается. Максимальный нагрев допускается до 50-60 градусов по Цельсию. Соответственно, если применять больше усилий при полировке автомобиля, задерживать ротационную машинку на месте, это будет гарантированный пропил поверхности, что нежелательно абсолютно. Пожалуйста, используйте только качественный инструмент. Помимо инспекционного фонарика и пирометра, нам еще нужно использовать толщиномер. Толщиномер мы будем использовать в первые случаи. Это тогда, когда автомобиль мы принимаем в работу вместе с клиентом. Мы узнаем все детали у клиента, красился ли автомобиль у него, знает ли он эту информацию или нет. Либо же вы сами берете толщиномер и замеряете полностью всю поверхность. Представим, что это толщиномер. У меня его просто с собой сейчас нет. Представим, что это толщиномер. И измеряем не только, допустим, одну часть капота и перешли сразу на дверь. Нет, так неправильно. Нужно измерять, допустим, здесь промерили 130 микрон, здесь 135, здесь 129, здесь 127. Где-то через каждых 10-15 сантиметров меряете запчасть. Потому что у меня был такой случай, когда я автомобиль полировал и замерял толщиномером. Вся дверь была 200-220 микрон, то есть это был по заводу окрас. И потом я нахожу точку под ручкой 350-370 и на уголке также. То есть есть такая вероятность, что автомобиль мог быть подкрашен локально. Соответственно, избегайте такого. Используйте толщиномер, инспекционный фонарик, а также пирометр. Теперь, что касается включения машинки и как начать работу при полировке с автомобилем. Самое главное, сделать манипуляции со шнурком, после этого приступать к полировке. Не нажимайте на курок включения машинки до того, пока не прислонили сам полировальный кружок к поверхности. Прислонили и потом начали полировку, к примеру. Нету будет вот такая вся фантазия белая у вас на одежде. Также используйте специальную одежду, лучше использовать фартук, чтобы не повредить ни одежду, благодаря полировочным пастам, чтобы лишний раз ее не стирать, а также, чтобы не поцарапать кузов автомобиля, если у вас есть, допустим, ремень на штанах, либо другие металлические части на одежде. Стоит избегать такого. Используйте специальную одежду. Теперь рассмотрим следующую ошибку при полировке автомобиля. Это неправильный подбор пасты под кружок, либо использование много видов паст на один кружок. Это также неправильно, потому что, допустим, средняя абразивная паста F6, она не будет так качественно работать на H9 кружке. Нужно использовать специальный желтый кружок для полировки автомобиля пастой средней крупной зернистости. Теперь рассмотрим, почему же все-таки этого нельзя допускать, чтобы полировать разными пастами на одном кружке. Мы делали первый проход, допустим, пастой H9. Здесь крупное зерно и, соответственно, она крупноабразивная. Она убирает риску от 1200-1500 и выше. И, соответственно, даже если вы качественно продули кружок, все равно видите, легкие остатки пасты остаются. Крупное зерно остается на кружке. И если вы будете добавлять F6 пасту средней зернистости, она будет неправильно работать. Нужно использовать под конкретную пасту конкретный кружок. Рассмотрим следующую ситуацию. Бывают машины с разным видом блака. Я не буду сейчас рассказывать теорию, там воднокомпонентный, двухкомпонентный лак. Рассмотрим их по твердости. Есть мягкий лак, есть твердый лак, есть керамолак, самый твердый лак. Есть еще капризный лак, это полиуретановый лак, эластичный, либо самозатягивающийся лак. Соответственно, проверяйте пригодность пасты кружков на отдельной части, там, допустим, на капоте, на двери. Проверяйте, какая паста и кружок подходит для автомобиля, чтобы вы более рационально его использовали, и у вас был более эффективный результат полировки после первых двух проходов полировки автомобиля. На самом деле ошибок при полировке существенно больше. Соответственно, о части из них я расскажу во второй части видео. Друзья, я вас попрошу, оставьте бурную активность в комментариях, укажите свои ошибки, которые вы имели в неосторожность допускать при полировке автомобиля, а также на будущее старайтесь их избегать. Это была всего лишь первая часть и маленький процент из большого количества ошибок при полировке автомобиля. Берегите себя, используйте качественные материалы, правильно подбирайте их под поверхности, а также предоставляйте качественные услуги своим клиентам. С вами была компания Кохеми, я ее технолог Платон. Пока!